Длинноклинковое оружие И сегодня одновременно распаковка или по-английски unboxing нового экземпляра, который я недавно получил по почте специально для того, чтобы показать вам разницу Вот эта коробочка, конечно, это дешевенькая версия, заранее предупреждаю, что ничего такого супер-дупер в этом нету Но есть очень интересная вещь, которую другими вариантами мне не показать Давайте сейчас уберем всякие эти вещи Вот здесь написано, сделано в Китае Made in China Ну да, 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 сделано в Китае Это хоть и рабочий меч, но, мягко говоря, некачественный И я его купил по одной простой причине Потому что это стиль, которого у меня нету И который я вам хочу показать и немножко рассказать его историю Как вы знаете, в принципе, в Китае очень много чего было с точки зрения холодного оружия И японцы огромное количество этих вещей использовали Изначально вообще большинство японского холодного оружия Было скопировано с китайского А уже потом понемножку Со старением или с взрослением японской культуры Они начали придумывать что-то свое Ну еще, конечно, там были другие ограничающие факторы Например, отсутствие материалов Хороших, типа металла и так далее Ну и, соответственно, давайте посмотрим, что это такое Давайте я сейчас немножко переведу камеру вниз, чтобы вы это могли видеть Ну так вот Среди японских мечей, перед тем, как появилась катана Меч, который использовался японскими воинами, самураями и не только на тот момент Потому что аристократия не обязательно была самураями Вот так вот, меч у них назывался тачи И вот перед вами вариант данного меча Китайского изделия Сейчас я его быстренько очищу От всяких Висящих вещей и пластика Поэтому временная пауза Что ж, продолжаем Теперь можно будет посмотреть на очищенный меч Вот перед вами Как бы Предсессор То есть, по-английски предок Катаны Для сравнения Видите угол изгиба По сравнению вот с катаной, которая здесь висит Просто если повернуть Гораздо больше Другая фурнитура Обычно Ставили Железное Навершие На Рукоятку Здесь еще должен был быть темляк Но не на всех он есть И, соответственно, оплетка Другого типа По сравнению с катанами То есть, оплетка имеется в виду ремень Не оплетка рукояткой А именно ремень В данном варианте Еще, видите, есть оплетка Еще Дальше, чем Гарда Цуба Так называемая Что я хочу рассказать Почему такое было Вот Пока вы смотрите на этот меч Вот так вот медленно Потому что В то время Во-первых, было меньше самураев Это еще были Не гражданские войны То есть, еще Сезон войн Там была громадная Эпизодическая Такая ситуация Называлась Сегаку джедай Сегаку джедай То есть Эпоха Войны Внутренней И самураев На тот момент Стало гораздо больше Но до этого Их было меньше В основном Была аристократия И они сражались Очень часто С мечами На коне И было довольно-таки Мало схваток В помещениях Было Мало схваток На кораблях И так далее Потом В Японию Попытались Приехать Монголы Часть из них Успела приехать И Японцы С этими Монголами Сражались На кораблях И оказалось Что Данный меч Слишком длинный И неудобный Для сражения На кораблях А также В помещениях Например При защите Замков Или тому подобное И это привело К уходу От тачи Они стали В основном Либо Церемониальными Мечами Либо просто Семейными Но уже Не мечами Которыми Пользовались Обычные Самурайские Воины Но при этом Они составляют Громодную Историю Японского Военного Дела И вот такой Вот вариант Представьте себе Он был Не вкладывался В пояс Как катаны Вот Которую Вы видите Например Наверху Он действительно Вешался На темляке Вот это Вот Выпрямляется И представьте себе Вот здесь Вот пояс И эта вещь Висела Чуть ниже Бедра Даже Очень похоже Как в принципе В России Гусары Носили Свою саблю С одной точки зрения Не совсем То же самое Но близко К этому делу И вот так Вот такой Вот пример Я купил Чтобы вам показать Давайте посмотрим На него поближе Сначала Снаружи Да Там действительно Боевое лезвие И кстати Вот так вот держать Для Тачи Будет неправильно Для Тачи Действительно Будет лезвием вниз Вот здесь Красивая Красная Сая Я сейчас Поверну Чтобы вам Показать Навершие На Сае Вот оно Такое Как будто Из темного серебра Сделано Вот этот меч С этой стороны Соответственно А давайте теперь Посмотрим Что внутри Кстати Для тех Кто интересуется Просто мечи Японцы Не выдергивают Но это Именно касалось Катаны У Тачи Из-за гораздо Более Большого угла Можно было Напрямую Выдергивать Мечи Не ослабляя Сидение В ножнах В Сае Но В принципе Считается Что Идет Большой палец Отжимает Лезвие И оттуда Выходит Меч Как вы видите Понимаете Меч Новый Но при этом Довольно-таки Неплохое Лезвие Для сравнительно Дешевого Еще мною Не очищенного Не полированного Меча Это действительно Рабочее Лезвие Если бы у меня Была бумажка Я бы вам это показал Но бумажки у меня По-другому нету Как оказалось Видите Что мне под руку Попала Гарантия От Сони А это Резать не буду Вот такое Вот лезвие Давайте я вам Сюда поставлю Чтобы вы могли Его увидеть Немножко Издалека Как вы понимаете Когда лезвие Само по себе То на стойку Его Не ставят Лезвием вниз Чтобы лезвие Ни на что Не тупилось И вот такие вот Нужны Соответственно А теперь давайте Посмотрим На два этих лезвия Вместе То есть В данном случае Я возьму Катану Достану И Мы Их Сравним Рядом Друг с другом Катана у меня Не боевая Это у меня тренировочная Катана Она просто у меня была Под рукой То есть В отличие от Тачи Она не боевая Так И наверное Сделаем вот таким Вот макаром Здесь мне Немножко неудобно Но что поделать В данном случае Просто Именно из-за того Что это Мой Личный меч Он Немножко длинный Вот Вот просто Видите Разницу Сейчас Наверное Не видите Вот Разница Между Тачей Соответственно Тача Наверху И Катаны Здесь Представлено Конечно Более Позднего Типа Катана Здесь практически Особенно по сравнению С Тачей Почти Нет угла Оно Предначено Просто для других Целей Это Наиболее Поздний Вариант Если сравнивать А Тачи Это получается Несколько сот Лет Разницы По возрасту Именно С исторической Точки Зрения Не данное Именно Оружие И Как вы видите В принципе Другими Вариантами Они очень Похожи Но Все таки Одна из Больших Разниц Это Вот Именно То Что называется Сори Вот этот Угол То есть Таким Мечом В принципе Хорошо Довольно Таки Хорошо Рубить И Он Будет Довольно Таки Быстрым Но При этом Немножко Другая Геометрия Получается И При таком Жи Весе Получается Сложнее Работать По Более Тяжелым Доспехам Это Именно На моем Опыте У меня В принципе Есть Вот Такого Типа Боевые Мечи Которые Я покажу В другом Виде Но Они Предназначены Для работы В основном По Легким Мишеням Давайте Я подсвечу Мечи Чтобы Вам Было Его Красивее Увидеть А теперь Давайте Посмотрим На этот Меч Поближе На само Лезвие И Просто Я его Перед вами Покажу Как видите Стандартное Навершие Стандартное Острее В принципе Не совсем Соответствующее Этому Времени То есть Если считать Что это Правильно Сделано Тачи То это Более Поздний Вариант Лезвия То есть Когда Тачи Уже Почти Начали Уходить Из Использования Металл Здесь В принципе Не такой же Плохой Честно Вам Скажу Хотя Это Наверное Самый Дешевый Вариант Тачи Который Я Нашел Чистить Сейчас Честно Говоря Я его Не буду Потому что Я собираюсь Его просто Убрать Это Не будет Тем Мечом Который Я буду Пользоваться Хотя Он В принципе Сравнительно Неплохо Заточенный Лезвие Здесь Многослойное Вот видите Например Вот Сепа Почему Это Не Особенно Качественно Сделано Она Здесь Двигается Она Не должна Двигаться Слушайте Этот Звук Вот Сепа Она Здесь Немножко Движется Ну Понимаете За эту Цену Которую Заплатил Там Чуть Меньше 100 Долларов Это Вполне Нормально Это Именно В качестве Экспоната Для Видео Рубить Им Ничего Им Не Собираюсь В данном Случае Этот Меч Сделан Китайской Фермой Тэнрю То есть Десять Драконов Или Десятый Дракон В зависимости Того Кто И Как Пишет Я Английскими Названиями Не Всегда Доверяю Английским Переводам Вот Представьте Себе Японского Аристократа Одетого В длинном Поле Одежды Совершенно Непонятной Высокой Китайской Шапкой Идущего Куда-то К своему Коню Потому что Его император Отправил Куда-то Там И У него Сбоку Висит Вот Такой Вот Меч И он Идет И он Его придерживает Рукой То есть На поясе За поясом У него Ничего Нету На тот Момент Кроме Может быть Веера И он Садится На коня И едет По своим Делам Или По приказу Императора Шоганов Тогда еще Не было Никаких И вдруг Встречается Ему Какой-то Бандит Он Прямо На коне Выхватывает Этот меч Который Ему Кстати Совершенно Не мешал И он С коня Этого Бандита Рубит На скаку Как я и говорил Вот такие мечи В принципе Полезны Именно для Конной Схватки В отличие От катаны Которые Реально Говоря На поясе На коне Будет Неудобно Для сравнения Вот так Вот Уважаемые Зрители Спасибо За просмотр Я понимаю Что Особенно Много Чего Я вам Не выдал Но Вот По крайней Мере Что-то Сравнительно Необычное Из разделов Японского Холодного Оружия На этом Спасибо За внимание Подписывайтесь Если У вас Есть Вопросы Запросы Или пожелания Дайте Мне Знать И На этом Данное Видео Закончено Продолжение следует Продолжение следует...